Что-то долго говорить. Ройзман, привет, Женя. Привет, привет. Какая главная тема этого года для тебя? Беларусь, пандемия, Навальный. Пандемия, Навальный, Беларусь. Нет главного. Да нет, ну для нас, конечно. Ну, пандемия, потому что очень много жертв. Беларусь, потому что это то же самое, что и мы. Навальный, потому что это мы все. То есть сложно. Ну, Навальный сказал в одном из своих интервью, что он выжил благодаря тому, что бегал. Бегать его научил ты. Вот так, мэр Екатеринбурга, души. Можно погулять. Сложно сказать, души. Так спокойно, без охраны, бегает по утрам по набережной. И сейчас невеста убежала со свадьбы к Ройзману. Ну, я не научил. Я пример подал. Но то, что он начал заниматься целенаправленно собой, именно целенаправленно, долго занимался собой, и у него жизненный запас оказался другим. Он был подготовлен вот к нагрузкам, к перегрузкам. То есть успел набрать какой-то уровень, и это действительно, я думаю, что ему помогло. Легкие были на другом уровне, ну просто функционалка другая. Это действительно так, я думаю. Главный политик России Навальный? Ну, на сегодня да, конечно, безусловно. А ты с ним общался после отравления? Да, один раз общался, но я был просто очень рад. Мы с ним поговорили, и у него чувство юмора вернулось. У него вернулось критическое отношение к себе и к происходящему. То есть он умеет так со стороны посмотреть. И, конечно, самое приятное для меня было, что он встал на ноги, что у него первая мысль, только он сумеет, он вернется в Россию. У него секунды не было мысли остаться в Германии, то есть он вернется в Россию. Но это очень достойно. Хочу тебе сказать, что мы тут довольно случайно накормили Навального уральскими пельменями. Здесь есть человек, который делает замечательные пельмени, действительно чудесные. И он приехал в кафе со своими пельменями, собственно, поставщик, и не уходит. Мы с ним сидим, болтаем, выпиваем. Говорит, сейчас я жду человека, мне тогда еще пакетик пельменей передать. И не говорит, кого он ждет. И вдруг приходит Мария Певчик, забирает пельмени. Я говорю, подожди, я сейчас это все... Это вообще что? Он говорит, да, я Навальному обещала уральских пельменей. А не особенное? Ну, пермские посекунчики. Или ты не ешь пельмени? Да нет. Послушай, пельмени... Как можно пельмени называть посекунчиками? Еще что-то это. Пельмени это пельмени, это местный культ такой. Ты все-таки патриот Екатеринбурга или Свердловска? Слушай, ну я здесь родился и вырос. Плюс у меня же мама отсюда из деревни. Здесь русские, вот, ну, со стороны моей матери живут с 1600-х годов. То есть, ну, ответственность другая. Зачем тебе приемная? Ты давно не мэр, ты давно не сити-менеджер. Ты каждый день пишешь, ты каждый день встречаешь людей и каждый день пытаешься им помочь. И во многом это получается. Зачем тебе это? Восемь человек, восемь человек. Заходите. Из них двое домовских. В общем, я сейчас встал в строй по здоровью. Но у меня проблемы с работой, так как меня сейчас дали. Валидность бессрочная вообще. И у меня на старую работу, ну, монтажников, высотников я не пойду. И вот сейчас я имею моральное право, через какое-то время ему позвонить, сказать, знаешь, что у парень работу ищет. Понимаешь? И вот оно вот так вот закольцовывается потихонечку. Фонд Ройзмана в свое время, он задумывался в те времена, когда я был мэром. У меня не было бюджета. У меня вот для таких ситуаций пришел человек, говорит, денег осталось до понедельника, просто край хоть вешайся. Или пришли люди, у нас, говорит, все сгорело, вообще ничего не осталось. Или пришли люди и говорят, у нас 8 человек детей, никаких шансов на выживание нет. Вот. Или то, с чего вообще у меня толчок вот этот был, пришел мужик 82 года. Он говорит, Жень, мне некуда идти ночевать. Я говорю, а как получилось? Он говорит, ну, понимаешь, я сварщиком работал. Я, говорит, не самый продвинутый человек. Так я работал всю жизнь сварщиком, своими руками. И мне, говорит, было уже за 70, я познакомился с женщиной. Думал, что она меня любит. Они у меня, говорит, отняли квартиру. У меня, говорит, я за всю жизнь заработал себе двухкомнатную квартиру. Они у меня отняли квартиру, я оказался на улице. И представляешь, он у меня в кабинете, я мэр города. Он у меня в кабинете сидит, человек, которому 83-й год. День заканчивается рабочий. Я говорю, подождите, не уходите, не уходите. Там чаем напоил, накормил. И я понимаю, что я сейчас пойду домой. Меня ждет ужин, библиотека тут, все свои. А он пойдет на улицу, ему идти некуда. И понимаешь, я пока не придумал, я никуда не ушел. И, в конце концов, мне пришлось создавать фонд для людей, попавших в сложные жизненные ситуации. Вот и так и работаем. Но, мне знаешь, Оля, я сейчас тебе скажу, ты меня поймешь. Когда мне говорят, а где вы берете энергию? Понимаешь, когда в решение вопроса ты энергию вложил, и вопрос решился, тебе вся эта энергия возвращается. Если у тебя вопрос не решился, значит, ты вложил недостаточно энергии, надо вкладывать еще. Понимаешь, да? А у меня другой вопрос. Не откуда ты берешь энергию, а откуда ты берешь деньги. Слушай, у меня нету денег. Нет, в фонде откуда деньги? В фонде. Ну, слушай, помогают все. Причем, знаешь, очень интересная история. Помнишь анекдот про одного миллиардера, который маленький, маленький еврейский мальчик, который попал в Америку? Он говорит, ему говорят, как вы стали миллиардером? Он говорит, ну, слушай, я купил яблоко за один цент. У меня был один цент, я купил яблоко, подышал на него, натер об штаны. Оно заблестело, я продал за два цента. Купил два яблока, подышал, натер об штаны, продал за четыре цента. Так продолжалось 10 лет. А потом умерла моя тетя и оставила мне огромное наследство. Вот ровно та же самая история. Казалось бы, не хватает денег, сложно. Вдруг один человек поможет, другой. Но у нас с Лисиным история просто потрясающая была. На меня выходят из фонда Лисина и говорят, знаете что, мы закроем. Я говорю, да, но у нас еще одна такая же девочка. Они вздохнули и говорят, мы по обеим закроем сбор. И закрыли больше трехсот миллионов и спасли двух детей. Понимаешь? При этом ты общаешься с разными представителями разных ветвей власти для того, чтобы решить ту или иную проблему. Вот недавно у тебя был пост. Пост после поста. То есть ситуация случилась там несколько лет назад, в 15-м году, когда к тебе пришла женщина по поводу сына, наркомана его сажали. И он несколько раз срывался. И все-таки в конце концов сейчас нормально. Ну, женщина так больше никогда не пришла и не позвонила. Но парень нормальный не сел. Ну, ты ходил договариваться к следствию, в суд, я не знаю, чтобы дать ему условный срок, чтобы его не посадили. И ты общаешься с олигархами, которых Навальный, а ты навальнист, в общем, мочит и разоблачает. Что правильно? Как жить, Женя? Скажи, правильно мочить или правильно дружить? Нельзя расчеловечивать оппонентов. Нельзя расчеловечивать оппонентов, потому что это слишком просто. Я понимаю, что не черно-белое, что море оттенков. Я встречал людей, к которым я относился негативно. И вдруг я обнаруживал, что они способны на искренние сильные человеческие поступки, за которые можно много простить. У Навального ситуация простая. По сути, он говорит одну простую вещь. Выборы верните. Ну, верните выборы, регистрируйте партии, возвращайте выборы. Все выстроится само. Если вы не правы, выборы это покажут. Дайте всем равный доступ к СМИ. То есть, по сути, он говорит, возвращайте выборы. Поэтому, как политик, как человек, идущий на выборы, он ведет себя совершенно правильно. Но для себя все время надо помнить эту вещь. Нельзя расчеловечивать. Это очень важный момент. А почему они тебя слушают? Почему ты идешь в суд или идешь к следователю? Они тебя слушают. Почему? Оль, смотри, все люди, которые работают, вот мы живем здесь в одном городе, там, все люди, которые работают, они всегда друг друга знают. И ты понимаешь, о чем я говорю. Люди, которые работают, независимо от того, каким они лагерям относятся, какие у них предпочтения, все работающие люди друг друга знают и относятся друг к другу с уважением. И когда вопрос касается работы, если я пишу за кого-то ходатайство, все понимают, что я в ситуацию вник, что я буду за ней следить и что у меня нет никакой корысти. В системе же тоже, ну, в основном, не людоеды работают. Такие же люди, точно. И когда они видят, что они могут сделать доброе дело или в чем-то добром поучаствовать, почему нет? Главное не начинать спасать мир. Как только ты начинаешь спасать мир, мир ты не спасешь, но и ничего реального не сделаешь. Поэтому, вот где у тебя руки дотянулись, там и помогай. Ты же понимаешь, о чем я говорю? То есть ты же, по сути, этим занимаешься. Этим, но я понимаю, что... Смотри, у меня всегда есть выбор довольно серьезный, довольно жесткий. Я помогаю конкретно этому человеку, потом конкретно этому человеку, потом конкретно этому человеку. Но я понимаю, что проблему надо решать системно. Например, подавать в Конституционный суд и решать проблему с изменениями порядка помещения в ШИЗО, условно говоря. Но я все время стою перед выбором, вот конкретно сейчас этих троих спасать или заниматься проблемой системно, потому что ресурсы очень ограничены. Я не могу сделать и то, и то. А ты занимаешься только точечным. Нет, Оля. Вот. Смотри, послушай. Суть вообще депутатской работы, к сожалению, абсолютное большинство депутатов не понимают. Суть депутатской работы сводится к следующему. Ты занимаешься личным приемом, а это основа основ депутатской работы. И еще раз скажу, абсолютное большинство депутатов этого не понимают. Ты занимаешься личным приемом. Первое. После того, как ты принимаешь, принимаешь и принимаешь людей, никто никаких сказок, ни по какой проблеме тебе никогда не расскажет, потому что ты общался с людьми напрямую. Это раз. Второе. В какой-то момент ты видишь ситуации, которые требуют системного подхода. Это второй момент. А третье. Ты начинаешь искать алгоритмы системного решения и выходишь. Подготовка каких-то постановлений, подготовка законопроектов, поправок в законы. Вот оно так и работает. И ты, когда у тебя, допустим, нет, ты не субъект законодательной инициативы, так же, как и я, но ты, увидев системную проблему, начинаешь об этом говорить, 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 так же, как и я. Я использую для этого все возможности, если я вижу системную проблему, которая требует системного решения. И потихонечку оно вот так вот сдвигается. Другое дело, что эту бетонную стену можно, конечно, пробить своей головой. Потом ты же понимаешь, что если у тебя своей головой не получается пробить эту бетонную стену, значит, ты мало разбежался, не сильно стукнул и так далее. Можно продолжать ее дальше долбить своей головой, но в конце концов ее можно пробить. Ты человек, который прочитал невероятное количество книг. Ты человек, который написал много отличных книг. Но самое знаменитое все-таки – это знаменитый реплай Ройзмана. Я бы, конечно, не сильно желал вот такими вещами прославиться. Я бы лучше что-нибудь другое. Но смотри, у меня новости сосредоточены в Твиттере. Я считаю, что Твиттер – это самая сильная соцсеть по новостям. Там все журналисты. Это самая быстрая сеть по новостям. И я коротко просматриваю новости. И я когда вижу, как по-подлому пытаются, знаешь, как воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевших, впихать какую-то ту или иную мысль на государственные деньги. Вот. Меня это очень сильно злит. Они пропагандисты. И я могу обнулить новость, просто обнулить новость, обнулить действие новости одним реплаем. Но это должен быть очень четкий реплай, очень четкий, легкий, коротенький твит, который попадает в нерв. Я родился и вырос там, где многие просто разговаривали только матом. Ну, причем, а это же набор слов достаточно специфический и узкий, и надо было как-то уметь варьировать. И у них новость там набирает 100 лайков, я могу сделать реплай, который наберет несколько тысяч. Но это надо понимать, надо чувствовать. Я вдруг в какой-то момент понял, мне не очень нравится там, знаешь, раскидываться, ну, так. Но я в какой-то момент понял, что оно работает, и что одним точным реплаем можно обнулить самую подлую новость. Тебя уже цитируют именно как реплай. Мы тут обсуждали наш любимый реплай, студийный наш любимый, мыровский реплай. Как ты здорово обнулил Собчак. Я ебаля козла, тут ты приползла. Мы просто, ну, это был восторг, это просто было очень кстати и здорово. Но эти выражения, как я понимаю, абсолютно народные или уральские, или какие-то, которые ты знаешь с детства или я знаю с детства, они становятся твоими. Вот мы сейчас с тобой сидим, разговариваем. Вот просто, я же, послушай, я же не готовился к разговору. Вот у меня несколько книг. Вот полное собрание русских пословиц и поговорок. Это 22-й год издания, это книга, которая была в библиотеке Пушкина. Это у меня случайно лежит на столе, я не готовился. Вот у меня знаменитый Максимов, крылатые слова и объяснение всех крылатых русских слов. Вот сборник пословиц и поговорок Иллюстрова. А вот это вот шеститомник, маленький шеститомник, Даля, пословицы и поговорки русского народа. Это вот просто мы с тобой разговариваем, это лежит на столе, а если я разверну, у меня там стеллаж со словарями. Ну, и от слова зависит многое, слово это оружие. Слушай, мы с тобой почти ровесники. Э-э-э, Оля, Оля, я постарше. Ты, пожалуйста, не это, я постарше. А, тем более. Слушай, а мы дождемся с тобой прекрасной России будущего? Оль, ну у меня это ровно тот же вопрос, что у тебя. Ну, знаешь, как в том случае, ну, а долго ли ждать? Ну, если ждать, то долго. Ну, или если терпеть, то долго. Ну, чё? Оль, ничего не могу тебе сказать. Понятно, что душно становится. Видим, что происходит. Тем более, есть опыт прошлой жизни. Видим, куда возвращаемся. То есть, поезд наш, бронепоезд, встал на эти рельсы, которые ведут в сторону Северной Кореи. И единственное, на что я рассчитываю, что у них уже у всех, ну, дети как-то интегрированы в Европу. Они не захотят закрывать страну. Хотя дойдет до дела, закроют и ни о чем не подумают. Но сдаваться тоже никто не собирается. Есть вещи, с которыми мы точно не будем мириться. Ты же понимаешь. А против тебя борются? Против тебя воюют? Я, конечно, наблюдаю. Кремлевский телеграм-канал, это понятно. Это жанр. Но а на уровне серьезном, невербальном? Смотри, у меня все начинается тогда, когда я активизируюсь на политической поляне. Вот я сейчас сижу в библиотеке, вроде никого не трогаю, говорю то, что думаю. Ну, у меня все вокруг заблокировано, но меня так никто не трогает. Я знаю, что у них есть там 2-3 таких уголовных дела, придуманных, смешных. Но они есть, они их будут запускать, если я активизируюсь. Вот. Но я не побоюсь активизироваться, если я увижу, что у меня есть хоть какие-то шансы быть зарегистрированным. Потому что если меня зарегистрируют на следующих выборах, то я их выиграю. Но посмотрим, увидим по ситуации. А тебе не кажется, что государство нам, в общем, предоставляет прекрасную возможность заниматься его государственными функциями в отношении социально незащищенных людей? То есть, в принципе, то, чем ты занимаешься, чем я занимаюсь, это обязанность государства. Она говорит, не-не-не, Ройсман, занимайся, занимайся, занимайся. Вот только не лезь туда. Но это же функция государства. Ты государство. Оль, у меня так и было все. У меня так и было все, особенно, когда занимались вот так вплотную борьбой с наркотиками. Какую-то нишу они мне оставляли. Они мне предлагали находиться в этой нише и не выходить за ее рамки. То есть, ну, приспособились уже ко мне. Было и такое. Но до тех пор, пока мне хотя бы не мешали, я и контактировал с властью, и использовал резервы власти, и возможности власти. Другое дело, что я у них ни разу не попросил и не взял ни одной копейки бюджетных денег. Это мне тоже развязывает руки, понимаешь? Моги мне, пожалуйста, справиться с противоречием. Вот с каким. Я об этом много думаю. Вот есть олигарх Дерипаска, на котором, на мой взгляд, просто клемания где ставить. У него есть свой благотворительный фонд, который, я знаю, занимается хренью полной, но неважно. И тут вдруг он берет и выкупает пятерых моряков из нигерийского плена. Троих россиян, одного, собственно, нигерийца и одного украинца. Государство ими вообще не занималось, наш МИД вообще не занимался. Я смотрю на это и говорю, вау, мужик, ты молодец. Это вообще, ты тратишь деньги на пиар не туда, куда надо. Вот, вот, вот же. И теперь я думаю, господи, как мне относиться к Дерипаске? Он хорош или плохой? Смотри, я сталкивался с такой вещью, когда существует какая-то ниша, которая вызывает раздражение жителей, раздражение граждан. Когда вот это раздражение может выплеснуться на федеральную власть, на улице, за ухо берут любого подручного, который под рукой олигарх, и говорят, вот это, вот это, вот это, закрой. Вот, и они все это знают, они всю эту нагрузку понимают. Но есть вещи совершенно иные, есть вещи, которые от сердца делаются. И я здесь, в Екатеринбурге, наблюдал, когда русская медная компания, собственно, Латушкин, закупает 30 машин скорой помощи. Вот, когда закупают кучу аппаратов ИВЛ, когда ставят несколько линий, которые производят маски, ставят за свои деньги, особо никому об этом не рассказывают. Потому что, ну, это принципиально, это вот наше такое участие обозначили, собрались, все, что могут, закупили несколько самолетов, привезли. И такое бывает. Ты же помнишь эту историю, ну, про великого, легенда про великого инквизитора. Когда, говорит, ну, меня там печет в аду, ну, как мне вылезти? Ну, вспоминай что-нибудь, вспоминай. А вот, говорит, нищеньке луковку дала. Да цепляйся за эту луковку, я тебя вытащу. Понимаешь? А у Путина есть луковка? У Путина есть луковка? Слушай, я не знаю, для меня, для меня немножко другое. Путин пересидел. Путин пересидел, он должен был уйти от власти, ну, в 2008 году. Закончить, сказать, я сделал все, что мог, пусть следующий сделает лучше. Такого-то числа состоятся выборы. И это был бы поступок, и вполне возможно, остался бы национальным героем. А выбери нам президента сейчас. Злотая рыбка, одно желание. Кто? Выбери нам президента. Оля, я тебе скажу, я тебе скажу. Вот я считаю, что на сегодняшний день в России президентом должна стать женщина. Вот это бы было благо для России, если бы во главе страны стала женщина. Вот это вот тот самый момент, когда это необходимо. Терешкова или Матвиенко? Да, нет, ну слушай, ну что ты? Женщина? Чего? А вообще большой опыт. Третья лица в государстве, сколько лет? Отлично рулят. Президентом России должен стать человек, которого выберут на честных всенародных выборах. Вот как. Да, ты человек очень политически опытный. Скажи, как ты думаешь, что будет с Белоруссией? Ну смотри, наши понимают, что к Лукашенко особо прислоняться-то не надо. Что он давно отыгранный. Но наши не могут допустить, чтобы Лукашенко на глазах у всего российского народа снесли. Не могут допустить. С другой стороны, нянчиться с ним они тоже не хотят, потому что цену они ему знают. Они ему не верят ни одному, ни одному слову Лукашенко они не верят. Они понимают, что он сейчас пытается получить отсрочку и надеются, что он сумеет всех наебать в конце концов. То есть они именно так и думают. Вот. Поэтому они его далеко не отпускают. И наши смотрят ситуацию, как ей воспользоваться и все, что отсюда следует. Но, что я точно могу сказать, что ситуация в прежнее состояние в Беларуси не вернется. Они видели уже Лукашенко напуганным, перепуганным. Видели его суетящимся и понимают, что он нелегитимен. В любом случае, мое сердце с белорусами. Я надеюсь, что у них все получится и они будут жить в свободной стране. Последних вопросов я отстаю. Леголайз или нет? Нет. Нет. Нет, Оля. Почему? Почему? Медицинская марихуана, Калифорния. Оля. Оля. Ну скажи, почему? Не рассказывай мне ничего про медицинскую марихуану. Я хочу, чтобы ты рассказал. Давай сейчас про медицинскую водку расскажи. Я хочу, чтобы ты рассказал. Я-то чего? Ты спец. Почему нет? Значит, смотри. Давай так. Я в свое время столкнулся. Ну, через меня прошло порядка 10 тысяч человек. Это люди, которые, собственно, прошли через меня, с которыми я общался. У нас до 320 человек в реабилитационных центрах доходило. Ну, 100 человек героиновых наркоманов, 100 начинали с курения марихуаны. Это первое. Второе. У самих наркоманов есть присловие. А наша сушит мозги не спеша. Вот. Я видел людей, которые напрочь скурили мозги. Просто напрочь. А потом, когда уже вышел немножко на другой уровень, ну, это я все наблюдал своими глазами. Причем у меня же все вот эти 10 тысяч человек, которые прошли, каждый заполнял анкету. У нас в городе была такая ситуация, что практически не осталось семей, людей, у которых нет знакомых, наркоманов не было, у кого кто-то не умирал от наркотиков. Ну, практически не осталось. Все с этим столкнулись так или иначе. Я никогда такого не видел. Мы заезжаем, просто ходят толпы совершенно неуменяемых людей. Мы ехали, капот там раздвигали. Выезжаем на Тельмана 12, там такая площадочка. Там стоит киоск. Торгуют из киоска и очередь стоит в киоск. Просто очередь стоит. И в анкете, ну, там было порядка 40 вопросов. Ну, первый вопрос, первый наркотик. У всех первый наркотик марихуана. Почему? Не считал за наркотик. Понимаешь, вот у всех под копирку. И в свое время я разговаривал с советником Обамы, с Кевином. Он отвечал за борьбу с наркотиками. В ДИА работал долго. И он говорит, не дай бог никому. Мы, говорит, в Денвере столкнулись. Я говорю, а что произошло? А он говорит, понимаешь, мы вышли на референдум. Ну, видим, там курильщиков много, вышли на референдум. Люди говорят, хотим курить. Ну, хотите курить, курите. И мы, говорит, когда принимали это решение, первое, первое, что мы сделали, мы считали, что снизится нагрузка на полицию. Сейчас они занимаются борьбой там с этими курильщиками, а так у них освободятся руки, и они будут заниматься чем-то другим. Второе, мы, говорит, совершенно искренне были уверены, что мы вышибаем почву из-под ног наркомафии. Мы были в этом искренне уверены. Это, говорит, был один из основных наших аргументов. Ну, еще ряд плюсов таких увидели для себя. И вдруг столкнулись с совершенно неожиданной вещью. Мы, говорит, обязаны были это просчитать, но мы не просчитали. Во-первых, у нас увеличилось сразу же, после легализации, у нас увеличилось количество аварий на дорогах. Вслед за этим увеличилось количество смертельных аварий. А потом пошел рост употребления тяжелых наркотиков. Но это полдела. Мы, говорит, не просчитали. А, с полицией. Мы считали, что у нас освободится вся полиция, и она будет заниматься борьбой с преступностью. Говорит, ни хрена подобного. Но получилось так, что у нас резко изменился контингент. К нам стали приезжать совершенно другие деклассированные люди. Картина социальная на улицах стала меняться, и преступлений стало совершаться больше. Мы этого не ожидали. Это второй момент. Но, третий, говорит, самое страшное. Я ставлю нам в вину, что мы это не просчитали. Как только у наркоторговцев пропала возможность торговать марихуаной, продавать взрослую марихуану, они все пошли в школы. Они все пошли в школы, и у нас в три раза увеличилось употребление марихуаны в школах. Но вы, говорит, еще не понимаете одну вещь. Были исследования. Основные проблемы, вот эти расстрелы в школах, они были так или иначе. Это, говорит, бич Америки. Вот эти расстрелы в школах. Они так или иначе были связаны с употреблением марихуаны. Вот, говорит, с чем мы столкнулись. Но сейчас общественное мнение. Любой политик, который идет, наркоманов много, курят много и ну просто идут на поводу своего электората. Ну посмотрим, как это будет, но для России это неприемлемая история, на мой взгляд. И Оля еще одну очень важную вещь. Когда кто-то говорит, вот нельзя так, бедного студента, за коробок там, ничего подобного. У нас почти до 6 грамм. До 6 грамм это только административка. Но надо понимать, что коробок это то, с чего укурится весь класс. Причем вот так, усмерть укурится. Поэтому, ну так вот вижу. Скажи, ну прощай, я что-нибудь по-уральски. Слушай, ну я тебе скажу точно, что в конце концов все равно все будет хорошо. Вот даже не сомневайся. По-уральски. Спасибо, Женя. Удачи.